Привет! Меня зовут Лиза и сегодня будет довольно необычное видео для моего канала. Это связано с тем, что недавно я переехала в Латвию и начала работу над своими постдокторскими исследованиями. Этот переезд немного выдал меня из привычного ритма, но потихонечку я осваиваюсь. И сегодня я хочу поделиться с вами теми проблемами, с которыми я столкнулась. Первая, наверное, самая большая проблема связана с тем, что у меня на момент моего переезда практически не было здесь знакомых. Я переписывалась, конечно, со своими будущими работодателями, но людей, которые могли бы меня встретить или рассказать, что-то, как устроено в Риге, у меня не было. Поэтому очень много бытовых вопросов мне пришлось решать самостоятельно. Конечно, на работе мне помогали с документами, с оформлением, с моим здесь обустройством, но все равно наличие какой-то поддержки было бы для меня намного более спокойным. Честно говоря, ощущение какой-то растерянности сопровождает меня до сих пор. К сожалению, доверительные отношения как-то пока не сложились. Что касается еще одной проблемы, ну, наверное, это связано с реалиями сегодняшней жизни, это карантин. Получается, я переехала в конце 2020 года, и первые 10 дней после переезда мне пришлось провести в самоизоляции. А после того, как я вышла, я месяц занималась всеми документами, этими бюрократическими штуками, и у меня не было возможности заниматься теми вещами, которые я люблю делать. А когда уже все вопросы были урегулированы, и можно было бы начать изучать, что-то, как здесь устроено, где какие интересные места, ввели карантин. Ну, и все интересные места, естественно, закрылись. Но, слава богу, есть интернет, и через интернет я смогла себе заказать то, что мне нужно было. Еще одна проблема для меня, это оказался язык. Так как латышский язык, ну, очень сложный, и учить его самостоятельно практически невозможно. Да, в Латвии вас поймут люди, ну, здесь много людей говорить на русском языке, наверное, даже большее количество, чем на английском. Ну, если вы знаете русский, английский, то здесь для вас проблем не будет. Но, если вы хотите найти здесь работу и работать, то латышский язык является необходимостью. Вот, есть много курсов для изучающих латышский язык, и если у вас есть такое желание, то в любом случае вам помогут. Еще хочу добавить, ну, вот, мое наблюдение, что латышский, ну, очень-очень сложный язык, очень сложное произношение, и вот лично мне он чем-то напоминает заклинание из Гарри Поттера. И еще нужно говорить только левиоса, а не левиоса. Когда я ехала на работу в Латвию, я была очень воодушевлена тем, что я смогу заниматься новой для себя темой. То есть я смогу расширить области, свои экспертизы, и мне казалось, это просто невероятно круто, невероятной возможностью улучшить свои навыки и развить их, углубить и расширить вот в новой области тоже. Но это тоже оказалось проблемой. А почему? Ну, а потому что тема оказалась новой не только для меня, но и для научной группы. Это требует более долгого времени. Но в целом я полна оптимизма. В комментарии напишите, пожалуйста, интересно ли вам видео про постдок. Также в скором времени начнут выходить более привычные для этого канала видео, так как я хочу закончить раздел электрохимической кинетики. Плюс добавить какие-то экспериментальные видео. Так что пишите, насколько вам интересно и какие видео вам больше по душе. С вами была Лиза. Оставайтесь на моем канале и продолжайте учить электрохимию, так как это очень-очень-очень интересно. Пока! Продолжение следует... Продолжение следует...